Сегодня их задача сделать гуманитарную катастрофу и геноцид в оккупированных городах. Ситуация во всех оккупированных городах схожа с ситуацией, которая сегодня происходит в моем родном городе Мелитополь. Магазины не работают, потому что продуктов нет. В больницах катастрофа, потому что медикаменты заканчиваются. В больницах катастрофа еще потому, что из 20 хирургов осталось работать 3. Все остальные из-за боязни расправы Российской Федерации покинули город. Закончилось топливо, бензин, дизель. И я сейчас говорю не про частные машины. А я говорю о том, что на сегодняшний день нечем заправлять скорой помощи, пожарные машины. И все чрезвычайные службы. Три дня на оккупированных территориях Запорожской области не было мобильной связи и интернета. Людей специально погружают в информационный вакуум, чтобы накачивать своими глупыми нарративами. Но вопрос не только в том, чтобы позвонить и спросить, как дела, хотя и это важно. А вопрос в том, что жители города и региона не могут позвонить в скорую, не могут вызвать пожарных. И за три дня сгорело от пожара три дома, потому что пожарные не знали об этих ситуациях. В последние две недели Офис Президента Украины почти ежедневно направляет запросы на гуманитарный коридор Министерства обороны Российской Федерации. В Мелитополь был один раз согласован гуманитарный коридор. Но назвать согласованным его сложно. Расстояние между Запорожьем и Мелитополем 100 километров. Даже в военное время не нужно более 4 часов, для того, чтобы гуманитарный груз доехал с одной точки в другую. Гуманитарный груз ехал больше суток. Потому что российские солдаты выставляли препятствия на каждом блокпосте. Но это полбеды. Когда гуманитарный груз доехал до Мелитополя, российские власти его просто украли. Украли продукты, украли медикаменты. И они не дошли до тех жителей, которые в этом действительно сегодня нуждаются. А проблема в том, что международные организации не сопровождают этот груз. И сегодня нет наблюдателей, которые готовы помочь нам. Да, это горячая точка. Да, идет война. А зачем нам тогда международные организации, которые точно за это отвечают? Спасибо. Спасибо. Спасибо.